Приветствую! Сейчас я нахожусь в Армянске, раннее утро, собираюсь на станцию, буду ехать в Джанкой, для того, чтобы снять небольшой движ. Стоп! Вы, наверное, хотите меня спросить, какого хрена я нахожусь в Крыму? Как я попал сюда? Все очень просто. Существуют три официальные контрольно-пропускные пункты, через которые можно попасть в Крым. Это не секрет. Почему я здесь нахожусь? Для каждого это личное дело, но конкретно в моем случае у меня есть здесь родственники, которые я навещаю время от времени, по возможности. Так как я нахожусь в этот момент в Крыму, я не могу не следить за происходящим на железной дороге. Отчасти все это постоянно вызывает во мне одни ностальгические чувства. Надеюсь, всем все понятно. Тем самым я обкатаю пригородный поезд под рельс с обусом РА-3, который здесь курсирует вместо ЧМЭ-3 и двух полоскартных вагонов, как раньше до этого было. Преодолевая 11-километровый перегон, соединяющий Крым с Херсонской областью, однопутная дизельная ветка пересекает северокрымский канал, откуда берет свое начало станция Армянск. Город расположился на Перекопском перешейке, между заливом Черного моря и затокой Сиваш. На станции уже находится рельс обус РА-3. Ночью он не находится на станции, уезжает скорее всего в Красноперекопск, не буду предполагать, но в любом случае это не на станции Армянск. Хотя раньше ЧМЭ-3 и полоскартные вагоны отстаивались всю ночь до утра. Через Крымский мост сейчас вполне неплохой движ. Но до станции Армянск ездит всего лишь две пары пригородных поездок. Это Джанкой-Армянск, Феодосия-Армянск, ну и само собой от Армянска до Джанкой и до Феодосии. Прямых поездов до Евпатории, Симферополя, Севастополя и Керчи нет. Все рассчитано на пригородные пересадки. После прибытия на станцию Джанкой, спустя некоторое время, можно совершить пересадку до станции Симферополь, откуда есть подвязка на Евпаторию и Севастополь. А чтобы добраться до Керчи, необходимо будет совершить пересадку на станции Владиславовка. Существует достаточно причин, по которым нету прямых поездов до станции Армянск. Это и отсутствие электрификации станции и так далее. Но не будем углубляться в эту тему. Ваши мысли по этому поводу вы можете оставить в комментариях под этим видео. Конечно же, движение поездов Крым, в частности по этой дизельной ветке Херсон-Джанкой, не сравнится с тем, что было до конца 2014 года, когда по этой дизельной ветке, соединяющей Херсон и Крым, ездили пассажирские грузовые поезда под тепловозами серии 2Т10. Дельсобусом на то время была польская модель КЕСА-620М, соответствующая морской перекраской, именуемая Крым-Жемчужина Украины. Маршрут, по которому он следовал, Вадим Джанкой. Он соединял две железные дороги, Одесскую и Приднепровскую. Во время вылазки я публиковал сториз в своей железнодорожной страничке. Все, кто не хочет пропустить отчеты о вылазках в режиме реального времени, советую подписаться. И вот он, перед нами, пригородный поезд 6759 Армянск-Феодосия. Рельсобус приземлили напротив вокзала, что вполне удобно. Вокзал работает не круглосуточно и начинает работу позже отправления утреннего рельсобуса. Цена билета от Армянска до Джанкойа составила 130 рублей, что вовсе недорого. Еще удивило то, что ставят мокрую печать. Сзади меня висит схема пригородного сообщения Южной пригородной пассажирской компании, которая запустила свои пригородные поезда в Крыму в собственной ливреи, отличимой от серо-красной покраски ПИДа. А в рельсобусе также есть бесплатный Wi-Fi с авторизацией по номеру. Скорость более-менее приемлемая. Внутри вагона работает климат-контроль. Порточки угловые. Слегка включили кондиционер, соблюдая комфортную температуру. В вагоне, кроме проводников, есть охранник. Он здесь не просто так. Изредка он делает небольшой обход для соблюдения чистоты в салоне, а также для успокоения людей в буйно нетрезвом состоянии. После отправления от станции Красный Перекопск я замерил скорость. Участок здесь несложный. Степные равнины благосклонны для разгона. Рельсобус разгоняется примерно до 95 км в час. Может примерно и до 100. Но в среднем движемся примерно 75-80 км в час. Примерно через час 20 за платформой 10-й километр по левую сторону мы наблюдаем ответвление электрифицированной постоянным током двух путки. Линия Мелитополь-Джанкой, которая также соединяет Крым с Херсонской областью. Движение здесь в свое время было потрясающим. Сейчас в основном 4 пары пригорода под электропоездом. Станцию Джанкой, в отличие от Армянска, железная дорога делит пополам. Прибыли мы к северному терминалу пригородного вокзала станции Джанкой. И первым делом нужно было отправить мой рельсобус и словить встречный. Под конец снять электропоезд ЭП-2Д со стороны Соленого озера Мелитопольского направления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После съемки нужно было попасть на главную платформу для съемки поездов, которые курсируют со стороны Керчи под тепловозами ТЭП-70БС, которые я еще не встречал, его сменит электровоз ВЛ-10. На главную платформу, вне вокзала, нет возможности попасть, все из-за так называемой безопасности. Станция ограждена высоким забором и вход исключительно через входную дверь вокзала, при входе тебя проверяют через рамку и сканируют на отсутствие каких-либо взрывоопасных предметов, после спокойно можешь идти на платформу снимать, к этому нет претензий, и слава богу. До этого, конечно, я хотел обойти и попасть не через главный вокзал станции, так как есть один проход через локомотивный парк, но это всего лишь сквозной проход, так как на конце платформы стоит будка, где работник станции развернет любопытное тело, желающие зайти на станцию таким образом. Здесь я также заметил плакат предостережения, которое сохранилось со времен, когда здесь была Приднепровская железная дорога. Плакат гласит «Соблюдать безопасность на железной дороге» на фоне электропоезда ЭПЛ-2Т-018, который находится в эксплуатации на участке Днепропетровской области. Приднепровская железная дорога До прибытия первого поезда, после отправления рельсобуса, на котором я прибыл, мне попался легендарный старик ВЛ8-1515, который уже все меньше эксплуатируется здесь, и скорее вовсе все пойдут на порезку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Отправив второй поезд, я обратил внимание на готовящийся к отправлению грузач под два Т116, что не могло не радовать, но ради него пришлось покинуть станцию, и отправиться снять его уже на перегон, так как ракур здесь едва назовешь лучшим, От станции примерно в нескольких километрах есть вполне себе отличное место для съемки этого грузача и на славу видео получилось отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе я решил здесь и дождаться поезда под тапком ТЭП-70БС. Но к сожалению он слишком тихо подобрался ко мне, что едва я успел включить камеру. Вдали виднелась вполне неплохая выемка, которую надо зафиксировать на будущее. Дабы сильно не баянить место, нужно было возвращаться на станцию. По расписанию поезда предвидятся значительно позже. Я в этот день не планировал вести длительную съемку. Нужно было вернуться обратно в Армянск ближе к вечеру. Продолжение следует... Для ностальгии отправился к северной платформе, на которую когда-то приходили поезда Херсонского направления по дизельной ветке. Здесь происходила смена тяги, тепловоз на электровоз и наоборот. Вокруг вагонов бурлила жизнь, продавались пирожки, фрукты и многое другое. Сейчас здесь уже заброшка, платформа не используется. Обратно в Армянск я вернулся уже на автобусе. Благодарю за просмотр видео. Буду очень благодарен вам за лайк и уместный комментарий. Все, кто еще не подписан, рекомендую подписаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин